По проходимости этой советской и постсоветской легенде нет равных, ГАЗ-66 неоднократно выручал и в военное время, и в народном хозяйстве. Такая машина оказалась в гараже мэра Иркутска Руслана Болотова. С 90-х годов она хранится в семье главы города. Он без раздумий сразу решил передать ее на фронт нашим бойцам. Еще одну такую же модель в зону СВО солдатам отправляет предприниматель Евгений Калмаков. Машины прошли полный техосмотр, абсолютно исправны. И реку вброд перейдет, и в болоте не застрянет, и любой груз на передовой довезет. Как мы говорили, гуманитарная помощь продолжается. Мы также работаем с Министерством обороны. Мы опять в плане на перелет части имущества гуманитарной помощи воздушным транспортом по линии Министерства обороны. А это, конечно, сегодня я благодарен всем коллегам, участникам. Все-таки это уже было личное имущество, это граждане сами передают нашим ребятам, чтобы они выполняли свой воинский долг с честью. Дополнительно к газам, отметил мэр Иркутска Руслан Болотов, жители передали УАЗы. Все автомобили пойдут одной колонной до Ростова и дальше уже на передовую. Сейчас они в том числе комплектуются дополнительно грузом, который придет к нашим ребятам на 23 февраля, в том числе и с помощью помощи, которую они просили. То есть те конкретные вопросы, которые они нам задавали, они будут в виде груза отправлены сегодня нашим ребятам на передовую. К слову, помощь нужна не только военным. Комплектуют пакеты для проходящих лечения в госпиталях, а также гражданским обычным жителям Донбасса. Со всего региона гумгрузы адресные посылки аккумулируют в областном центре, откуда уже отправляют их в новые территории России. Обязательная поддержка города Кировска Луганской Народной Республики, которую Иркутская область взяла под свое шефство. Мадина Халикова, Новости сейчас.